Всем привет, мои хорошие, мои дружочки! Меня зовут Дарья Немкова, я книжный блогер, надеюсь, что твой любимый книжный блогер. Если ты до сих пор не подписан на мои социальные сети, обязательно переходи в телеграм-канал по ссылке в профиле. Он очень интересный, очень ламповый и милый. Там я рассказываю про все книги, и он будет для тебя полезен. Поэтому переходи в ссылочки и подписывайся, я тебя там буду ждать. У нас с вами сегодня супер масштабный выпуск, 24 часа чтения, и такого мы с вами еще не делали. Усаживайся поудобнее, заваривай себе чай или кофе, чего-нибудь повкуснее, погрячее, и мы с вами начинаем, друзья! Я выбрала для нас 4 книги, 4 книги, друзья! Там будет фэнтези, фэнтези-сказки, как бы, да, 12, 16, 15 плюс. И что-то современное. Современный роман 1, точно. Насколько он любовный, я пока не знаю, будет ли там любовный или нет, тоже этого не знаю. И, ребята, у меня 4... Ну, как бы вот каждую книгу не обидеть, и кого взять с самого начала и в какую-то очередность и читать. Для меня это загадка, так же, как и для вас. И я придумала одну очень интересную вещь. Прикольно! Спасибо! В общем, ребята, это было неожиданно то, что я вытянула. Это так прикольно, это так классно, что я вытягиваю, то и буду читать. Ну что же, что же я начинаю читать прямо сейчас? Это у нас, ребята, абсолютная новинка, абсолютнейшая. Труднейшая. Это «Колледж волшебства» от Ирины Эльбы. Ребята, обязательно напишите, как вам моя идея с вытягиванием бумажек. Остальные книги, которые буду читать, я вам не покажу, не покажу. Только после прочтения других книг и так по очередности. Мне кажется, это так интересно, я даже не знала. Напишите мне в комментариях, надеюсь, что вам это тоже понравится. В общем, я была недавно на презентации этой книги, и, значит, автор сказала, что она вдохновлялась... Ну, она очень любит Гарри Поттера, и... Магическая академия, вы просто посмотрите, вы просто посмотрите на это. Ну, не Хогвартс ли это здесь? Короче, я предполагаю, что я получу незабываемые эмоции, а там проверим. На самом деле, я вам просто хотела показать, какая она красивая еще и внутри. Но это не все, что я хотела вам показать, продемонстрировать. Это главный герой. Его зовут Ксандра Блэк. Вот, и на самом деле, фишка серии этих книг у издательства в том, что они всегда... В каждой книге на первой странице будет карточка героя. Мне показалось это очень классным, и... Ну, красавчик, ну, посмотрите, ну, красавчик. На самом деле, за окном у нас не то чтобы тепло, но есть солнышко. Поэтому предлагаю вам вместе со мной пойти за кофе и в парке где-нибудь присесть и начать 24 часа чтения. Ну что, ребятки, идем за кофе. Ням-ням, ребятушки, пойдемте наслаждаться 24 часа чтения. Как я читаю книги? Здравствуйте, красавчик. Дальше. Здесь, кстати, говорят, специально для меня, я так понимаю, оставлю белую страницу, чтобы мне было где записывать свои заметки. Первое, это, конечно же, мироустройство. Второе, сюжет, что я обязательно должна буду рассказать, чтобы все не забыть. Я делаю разбор, ну, пытаюсь подробно рассказывать главные герои. Вот, и начинаю выделять про мироустройство, дальше вот про академию и так вот дальше буду читать. Ребятушки, я просчитала уже целый час, вот это да, 100 страниц. Знаете, почему она мне нравится? А потому что она мне прямо напоминает Хогвартс. Вот там есть магическая... Ладно, всё-всё-всё-всё, давайте по порядку. В этом мире есть и вампиры, и обороты, и двулики, и вообще ведьмы, и все магические существа, которых мы с вами можем представить. И, на самом деле, на их мир надвигается какая-то такая вот война, ну, почти. Ну, что-то, что-то тёмное и страшное надвигается, и они к этому готовятся. В этом мире развиты технологии плюс магия. Вот, здесь важно понимать, что у них не просто магия, как в Гарри Поттере, где... Ну, вот, помните, они ходят в Хогтсмит, всё такое вот, у них ни телефонов, ни чего. Здесь у нас всё наоборот. У нас мир, в котором уже есть и летающие машины, и, кстати говоря, ведьмы на метлах, это уже, конечно, не в тренде и не в моде. Уже давно такими средствами перемещения никто не пользуется, и у них, чтобы им как-то переместиться с одного места в другое, они используют порталы. По главным героям у нас есть... Ну, я вам показывала уже этого красавчика, на которого я не могу не налюбоваться, но вот я вот не могу. Я постоянно смотрю на него, ничего не могу подделать с собой, но вот он и оказался таким загадочным. Между прочим, он у нас единственный в своём роде наследник двух древних династий, гуликих и вампиров. Очень сильный, ну, конечно же, он очень сильный. Главная героиня, её зовут Кира Кейн, она тоже очень сильная ведьма, и она, кстати говоря, обладательница четырёх стихий, по-моему. Вот я ничего не путаю. Но она пытается это скрыть, потому что, по-моему, если кто-то об этом узнает, что она реально обладает всеми четырьмя стихиями, её призовут на службу в министерство. А ей не хочется этого, потому что, ну, вот не хочется ей быть заложником в, я не знаю, в такой работе. У неё есть любимый дракон Элли, девочка, и фамильяр Луна, пантера. А ещё её отец стал демоном, да. Ну, вроде как это означает, что он перешёл на сторону златьмы, ну, что-то такое. Вот, и, кстати, по-моему, именно из-за этого она боится своих... свою силу, вот. Она боится, что в ней тоже что-то такое проснётся. Наша главная героиня приезжает к своему дедушке в заповедник, где она проводила, по-моему, каждое вот свободное время. Он у неё не древний, но такой тоже опытный маг, ему много лет. Она приехала к ним погостить перед тем, как уехать учиться в Мирхолл. Это не школа, это уже университет. Вот, она поступила на первый курс. И, в общем, ребята, мне прям этот Мирхолл напомнил очень Хогвартс, потому что, ну, посмотрите, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Это прямо Хогвартс, ребята. У них такая же столовая с уданьками сверху. Наши главные героини селят вместе с второкурсницей. Ну, кстати, не было такого, что они друг друга возненавидели. Нет, второкурсница показалась ей хорошей девочкой, они с ней начали дружить. Вот что я вам хочу сказать. Что-то странное там происходит, это точно. Потому что, как только Кира приехала в колледж, все начали на неё обращать очень такое пристальное внимание. Все старшекурсники и так далее, вампиры начали за неё как бы, ну, не бороться, а приглашать на всякие свидания и так далее. Но, кстати говоря, вот момент про главную героиню. Ей не нравится тусоваться с парнями в плане, что... Она говорит, что я всю жизнь посвящала учёбе, и сейчас как-то не хочется всё это насмарку, вот. Чтобы вот я всю жизнь училась, сейчас я начну там гулять и тусить, и всё это будет как бы зазря. И ей, кстати говоря, ну, кажется ей очень странным. Она говорит, что здесь очень много красивых девушек, почему именно я? И она их, ну, как бы подозревает в том, что что-то им надо, или что-то там происходит. Нападение на школу учинили злые силы. Вот. У них была игра о Шарле, по-моему, так называется. И в этот момент к ним через защитный купол пробилась такая страшная сила. Если честно, я не запомнила, как их зовут. Но, в общем, они наводили леденящий ужас и страх. И нападения уже случались и в других академиях. И, собственно, они убивали тех учеников, которые обладали сильными стихиями. То есть они были такими сильными магами, как наша главная героиня. Соответственно, на неё тоже ведётся охота. Но вроде никто и не знает, что она чем-то владеет. То есть, может быть, и это случайность, а может, и не случайность. Узнаем, проверим. Блин, не хочу, чтобы книга заканчивалась. Здесь всего лишь-то, знаете, сколько страниц? 311. И мне осталось всего лишь-то 200 страниц. И что делать-то ребята? Смотрите, какой красивый чай у меня. Колледж волшебства по книге. Я хотела его заварить сейчас. Но понимаю, что 24-ше сочтение, ну, чаёк мне не подойдёт. Ну, извините. Вот. Это капсула Starbucks. Кофе. 9 вечера. Здравствуйте. Ребятушки, на часах 2.30 я прочитала 200 страниц вот этой вот прекрасной книги. И, честно говоря, отрываться не хочется. Как я вам и говорила, мне не хочется отрываться. И здесь, ну, конечно же, к концу всё накаляется. И проблем становится больше. Например, наша главная героиня Кира борется внутри себя с демоническими силами. В плане, что она дочь как бы демона, да. Она наполовину демон. Вот эти качества странные. Они начинают в ней проявляться. Либо она будет с ними бороться. Либо она как-то их будет подавлять или направлять в другое русло. Либо она просто вот станет тоже демоном. Вот. И, значит, Blackwood, который наш красавчик, я вам его показывала. Он ей помогает в этом. Там есть одна загадка. Когда вы будете читать, вы поймёте, связанная с этим Ксандром. Вот. Я не буду вам её рассказывать, потому что пусть вам будет интереснее. Ну, и зачем мне вам спойлерить, правильно? Ребятушки, я пошла дочитывать эту книгу. И обязательно в конце я поделюсь с вами финальными впечатлениями. И расскажу, кому подойдёт эта книга. Там ещё, знаете, повествование началось с осени. То есть, ребята, эту книгу с удовольствием можно будет... Ну, я для себя говорю, с удовольствием я перечитала бы ещё и осенью. Потому что вот это вот прям учёба в академии. Потом Рождество, потом весна. В общем, я вот это прям обожаю. Знаете, я тут точно поняла, что на улице очень классная погода. Очень там всё супер красиво. И я понимаю, что я не могу читать дома. Серьёзно, не могу. Поэтому я решила пойти читать на улицу. Слушайте, пока я не дочитаю эту книгу, я не вернусь. А там мне читать осталось где-то страниц 80. Вот, где-то так. Так, ну что, друзья, у меня прошло 4.50. О чём я вам хочу рассказать? Это, наверное, о том, что после последнего включения произошло такое потрясение с нашей героиней. То есть, это был абсолютно такой ненаигранный момент. Это, правда, тяжёлый момент. И такой вот автор ввела такой вот жизненный, какой-то местами болезненный сюжетный поворот. Вот, за что я хочу ей сказать большое спасибо, потому что я думаю, что для многих эта тема важна. Вот. Здесь прям большой-большой плюс. Скоро совсем выйдет вторая часть. Будет целых три части. И, конечно же, здесь открытый финал. И я очень сильно жду, 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 жду уже. Прямо уже хочется читать следующую книгу. И, в общем, я вам обещала рассказать, кому понравится эта история. Ребята, если вам нравится Магический Академия, что-то вроде Холверса, вот, пожалуйста, вы вместе с персонажами будете, я не знаю, путешествовать по разным частям света. И в Драконии, в Драконии какой-то мир, и, ну, там, где они обитают, и попадёте на уроки зелье варенья, и на уроки, не знаю, что там ещё, ну, много всего классного было. И обычные подростковые тусовки будут, хотя они уже закончили школу, они уже не совсем подростки, они уже более, более такие старшие у них возраст, поэтому там будет уже немножко повзрослее. То есть это где-то от 18 и старше лет. И, в общем, не знаю, мне было интересно. Ну, то есть я с этой книгой очень отдохнула, и здесь будут и боёвки, и интриги, конечно же, и та самая главная тема, которая... Ну, это не главная тема, но важная тема, которая переживала главная героиня. Вот, в какой-то момент я подумала, что она такая сильная вся из себя, но потом, опять же, происходит одна такая вот вещь, это не связано с тем, что я вам говорила, ну, без спойлеров, понимаете? И она признаётся сама, что трусила в какие-то моменты, что она боялась, и мне очень нравится, что она живая, что она признаётся в том, что она боится каких-то трудностей. То есть у неё не было такого, что там на Академию нападают какие-то демоны, и она такая, я пошла всех защищать. Она такая, ну, это же очень страшно, я что, самоубийца? Здесь уже речь о преодолении страха, а не о том, что она такая сильная сразу. Главная героиня здесь не рвётся напропалую, лишь бы всех спасти. Она поднимает и создаёт риски в тех или иных моментах, но всё равно пытается помочь и своим друзьям, и своим близким, за что я тоже ей ставлю большой плюс. В общем, ребятушки, хотите окунуться в такой Хогвартс, но другой Хогвартс, со своими проблемами, со своими учениками, со своим мироустройством, ребятушки, ссылочку на эту книгу я оставляю в описании, не пропустите, на канал автора также, конечно же, оставляю в описании, обязательно переходите, смотрите все новости, когда выйдет следующая часть, и где купить по актуальной цене вот эту книгу, вот эту красотку, я также оставляю для вас, как обычно, самую горяченькую цену, поэтому там в описании, бегите, переходите, ознакомьтесь и покупайте, и приобретайте, и читайте. Вот, к сожалению, сейчас нет Вани рядом, он не может протянуть мне свою ладошку, чтобы я выбрала книгу, и поступим с вами другим образом. Эти бумажки есть у меня здесь, я их вот так перемешиваю, кладу на руку к себе, главное, чтобы ничего не подсмотреть, вот так вот кладу на руку, чтобы я их не чувствовала, потому что я знаю, что там еще что-то маленькое, что-то большое, и давайте еще раз перемешаю. Ну, хорошо, пусть будет вот это. Вот оно что, ребятушки, продолжаем с вами. И следующая книга, это у нас «Взгляд из-подо льда» от Натальи Кратаевой. У нас с вами прошло 4.50, и у нас еще целых 20 часов, за 20 часов мы должны прочитать еще три книги с вами. А здесь у нас, сейчас скажу, сколько страниц, 270 страниц, какие-то невероятные, вот невероятные красоты форзаться, вы посмотрите на это, ну, мамочки дорогие, обязательно включу себе плейлист, потому что здесь все песни, все треки есть. Значит, для тех, кто не в курсе, Наталья Кратаева автор импринта «Альфабия», которая издается в «Руграме», вот «Альфабия» — это импринт «Руграмма», и, значит, в «Альфабии» обечатаются какие-то такие топовые, классные, выдержанные книги, будь это детектив или какое-то фэнтези, может быть, это темное славянское, может быть, это какое-то масштабное фэнтези или другое тематическое, в общем, классные книги. Есть руководители этого проекта Виталий, и он, собственно, ручно отбирает эти рукописи, вот. И Наталья одна из первых, кто открывал эту серию. В общем, нас здесь с вами будет ждать какой-то леденящий душу триллер. Как раз сейчас у меня вечер за окном, кофеечек есть, и я думаю, что я прекрасно проведу свое время за, собственно, за прочтением этого триллера. Интересно, за сколько времени я его прочитаю. Думаю, что тоже так же где-то часов за пять, за четыре, за пять, но там посмотрим. Так, мои любимые дружочки, всем привет! И по времени у меня пробилось семь часов, ребята. Прочитано из этой книги «Взгляд из-под тогда» целых сто страниц, ребята, и это у нас пять глав. Как закручиваются события в этой книге, я не успеваю за ними следить. И я, конечно же, себе все выписываю. Я прям сделала такой, ну, знаете, стрелочки от главных героев, кто куда ведет, потому что мне за этим наблюдать и следить очень интересно. То есть, типа, это прям такое вот расследование офигенное. И все это происходит в Германии, в центре событий клиника Шарите, отделение психиатрии, там, где лечат душевно больных людей. Но не с этого начинается книга. Книга начинается с того, что некий Пауль, у него есть своя мастерская, его все уважают. И однажды он пошел рыбачить на озеро, наверное. И на него из-подо льда смотрел труп девушки. Вот. Но в чем суть? Мы-то не знаем, чей это труп. Мы пока что вообще не понимаем. То есть, автор нам дает загадку, большую загадку с самого начала. И мы с вами, собственно, своими предположениями, или вот как я эти стрелочки рисую, ищу, кто эта девушка. Понятно, что она умерла, кто-то ее убил, кто убийца и кто умер. Вот. Потому что, значит, дальше мы знакомимся с премьер-министром Германии. У него была дочь, есть дочь, у него есть дочь, жена. У них такая образцово-показательная семья. Но в 13 лет они выясняют, что их дочь вообще как бы жуткий, избалованный подросток. У этой девочки действительно психологические какие-то проблемы, расстройства и так далее. И мне в какие-то моменты очень сильно жаль эту девочку. Она попала в этот мир и абсолютно запуталась, и абсолютно вот как-то так все вышло. С самого раннего детства ее очень сильно баловали, она делала, что хотела. Ну и, в принципе, была такая вседозвольность, деньги и так далее. Ну и в 13 лет, естественно, она влюбляется в какого-то, там, не знаю, отпетого мошенника, вот, который ее старше, там, на 5, на 7, на 10 лет. И начинает с ним тусить, вот это все, пропускать школу. И, конечно же, однажды вызывают в учебное заведение ее маму, она узнает, начинает искать, ну, заходит к ней в комнату, и для нее большой шок. Вот прям, слушайте, хочу похвалить Наталью Кратаеву за то, что она реально так описывает переживания героев, что ты перенимаешь это на себя и реально чувствуешь это все, вот прям чувствуешь. И, значит, мама заходит в эту комнату и понимает, что вот эта вся показная аккуратность, вот это вот ее поведение дочери при отце, при всем, что это была ложь, что она на самом деле такая разгульная уже девочкой. Были в полнейшем шоке родители в ауте. Конечно же, отец разбирается с Эриком, а Эрих просто сразу сказал, что да, я отказываюсь от тебя, и вообще ты мне не нужна. У девочки, вот, смотрите, 13 лет происходит вот это все, и, конечно же, это большой удар, большое психологическое, психическое потрясение, от которого, ну, блин, я не знаю, это очень сложно, вот, очень сложно не повлиять на дальнейшие события. Это, конечно, полный трэш. Отправляют в клинику Шарите на лечение. Это все самые родители, которые не хотели от нее избавляться, они именно хотели ей помочь, чтобы она выздоровела, чтобы она вылечилась. И переносимся в наши дни, Андриана пропадает, и мы знакомимся, собственно, с отцом, Андриана, и он делает заявление в газеты, в прессе, что, ребята, пропала моя дочь, так и так. А журналист издания, инсайдер, связывается с отцом Андрианы и обсуждает с ним расследование и так далее, и он говорит, давай, ты займешься этим расследованием. Ну, собственно, он, Франц, берет все в свои руки и начинает исследовать, что там происходило и кто мог похитить Андриану. Андриане на пути постоянно встречаются какие-то ужасные парни, мужчины и так далее. В общем, пока что она была в этой клинике, ее состояние стало еще хуже. Потом она влюбляется в одного персонажа. Ребята, это не спойлер, это происходит буквально на первых страницах. Она влюбляется, он убегает из этой клиники, и ее состояние еще сильнее ухудшается. Ее переводят в отдел с тяжелым расстройством. И она постепенно, когда она сидит в запертии, когда она не может выйти, она смотрит на уличный свет, на то, как там гуляют люди, она для себя осознает, что что-то здесь не так, и, кажется, она начинает выходить из своего состояния, ценить свободу и ценить, что там происходит. И она как-то не то чтобы до конца вылечивается, но она приходит в себя наконец-таки и понимает, что просто тратит свою жизнь вот на это, на все, хотя она могла бы наслаждаться жизнью. И, собственно, возвращается этот ублюдок и такой, побежали вместе со мной, сбежим вместе, я вернусь за тобой. И она понимает, что она не как бы сомневается в этом, ну как бы не очень-то она хочет туда бежать. Ребята, ну сколько вообще, я просто не могу. Она сбегает с ним, но ощущение, что он дикий маньячелла. Вот, мне кажется, что он просто больной. Ну, конечно же, он больной. Он сбежал из психиатрической больницы, конечно, он больной. Вот, но Андриана ничего не может с ним делать, потому что он ее как бы похищает. Можно даже так это сказать. Однажды приходит письмо матери Андрианы, и что было в этом письме. И как вообще там развиваются дальше события, ребята. Это просто крыша с носом, серьезно. Если вы хотите какой-то такой топовый психологический триллер, вот, пожалуйста, вам. Пожалуйста, вам. За вечер вы его проглотите, это 100%. Мне остается ровно половина, поэтому я пошла читать дальше. Ну что, ребятушки мои, я вам даже не сказала. Я вот весь день сегодня... Ой, весь день сегодня моталась по Москве, по всяким делам и так далее. И мне пришлось дослушивать книгу уже в аудиоформате. Благо, ребята выпустили ее прямо перед тем, как я начала читать эту историю. Поэтому на ретрессе я также ссылочку оставлю. И можно уже в отцу слушать взгляд из подальдала Натальи Кратаевой. Поэтому, ребятушки, бежим. Это очень удобно. Я была занята весь день. Второй раз повторяю. Если бы вы не поняли с первого раза. И меня, понимаете, я не прерывала свои 24 часа чтения, потому что я слушала весь день эту книгу. И дослушала, ребята. Наталья Кратаева написала очень классный психологический триллер, потому что Наталья очень хорошо делает такой вот анализ того, что творится у того или иного персонажа в голове. То есть мы не просто как бы читаем и понимаем, ну да, у него там проблема, ух, поехала, что-то еще. У каждого персонажа, если у него имеется какая-то проблема, и он совершает те или иные поступки, мы влезаем в его голову, понимаем, почему он это делает, что с ним творится. И от этого становится не по себе, ребята, реально не по себе. Слушайте, ну ощущение как будто бы, может быть, что-то, что-то и будет какое-то продолжение, может быть. В общем, ребята, если вы соберетесь читать эту книгу, берите карандаш и листок, чтобы записывать главных героев, ввести от них стрелочки, потому что это будет очень интересно, правда. Вот прям вы будете делать собственное расследование параллельно сюжету книги. Мои горячие вам рекомендации, ссылочки оставляю и на телеграм-канал Альфаби, и на телеграм-канал Натальи Каратаевой, и на Литрес. Слушаем, ребята, аудиоверсию, слушаем обязательно, обязательно. На что еще оставляю? На лабиринт, где вы сможете приобрести эту книгу по горячей цене, поэтому, ребята, переходим, бежим, бежим, бежим. А сейчас у меня две бумажки. Ну все, я тяну. Секунду, сейчас принесу. Ребята, вот я прям приободрилась. Мы с вами начинаем читать фэнтези-сказку от Андрея Горлика, Золота Чуди Белоглазой. Вот такая вот мягкая блужка, кстати говоря. Я вам сейчас покажу иллюстрации, потому что они просто восхитительные. Вот, и многие у меня спрашивали. У меня большой пласт аудитории подростков, детей, там, 10, 8, 11, 12, 16, 15 лет. И мне кажется, фэнтези-сказки могут вам понравиться. Но для начала я прочитаю, а потом уже вам все расскажу. Значит, у нас здесь будет приключение одной девочки, и мы будем за ними следить. Ну что, мои дорогие дружочки, нежданно-негаданно у нас пробило 11 часов, и я дочитала книгу так быстро, так быстро я дочитала Золота Чуди Белоглазой от Андрея Горлика. И, ребята, я хочу вам сказать, что я погрузилась в такую чудесную атмосферу, в такую сказку, что я честно хочу сказать, что я бы еще что-то почитала от автора, потому что он так интересно пишет, что серьезно, серьезно. Если вам так же нравится, так же сильно нравится сказка, как мне, то вперед, вперед сюда, ныряйтесь головой. Там есть замечательная главная героиня, девочка Влада. Давайте я вам расскажу, с чего начинается здесь повествование. Влада и ее, по-моему, тетя Анфиса, они собираются ехать на ярмарку, на базар. Влада так сильно рада, потому что она очень хотела туда попасть, надевает на себя новые бусы и так далее, в общем, прихорашивается. И они запрягают свою телеку и едут на базар через лес. И тут они решают установиться в кустах малины, чтобы набрать ее. И к ним навстречу выходит девочка и мальчик, брат с сестрой. Брат, он ничего не видит, потому что у него, ну, там что-то случилось, что он перестал, вроде бы, видеть. Марфуша и Николка. Марфуша, она такая, если Влада более-менее спокойная, то Марфуша, она такая взрывная в плане эмоций, вот. Вот, не в плане активности, а в плане эмоций. И они заблудились, и, конечно же, Анфиса решается им помочь, но их нужно отвезти обратно в деревню. И Влада очень расстраивается, потому что, ну, как же так, они же ехали на ярмарку, что же делать, так хочется туда попасть. Вот. Но ничего не поделаешь, и они уже практически подъезжают, и решают отдохнуть. Место им знакомое, значит, предыстория небольшая. Дядя Влады собирает народ весь, ну, мужчин работящих, чтобы они работали в его соляных копьях. А там ходит легенда, что в этих копьях существуют какие-то нечистые силы и так далее и тому подобное, и все отказываются. Влада и... ну, когда они остановились на телеге, Влада и вот ее новые друзья, они побежали к какому-то камню, вот, и... чтобы просто погулять. И тут они проваливаются под землю, как раз-таки там был какой-то проход в соляные копья. А достать их невозможно, потому что, ну, как-то... как-то они туда попали, что достать их туда невозможно, но оттуда есть выход, потому что это как бы подземная пещера. Конечно же, Анфиса и все их родственники перепугались за них, что же делать, как же их откопать, как же их найти и так далее и тому подобное. И в момент, пока что они думают, как их оттуда вытащить и как их найти, дети уже сами по себе и сами как бы ищут себе дорогу на свет. Вот. Но и, конечно же, без приключений под землей не обошлось. Там было, правда, очень увлекательно. Николка, так как он ничего не видит, у него обострены другие органы осязания. Он хорошо слышит, он хорошо чувствует запахи, и, конечно же, это тоже сыграет свою роль. В общем, это было такое классное приключение, при том, что мы погрузились в такую славянскую фэнтези-сказку. Автор использует много забытых слов, которые использовались раньше. И это, кстати, интересно, потому что там на всех словах есть сноски, которые мы с вами можем посмотреть и понять, что это за слово. Это также очень интересно, на мой взгляд. Вот. И, конечно же, отмечаю просто какие-то невероятные иллюстрации, потому что с ними, ну, конечно же, очень интересно читать. И качество печати, конечно же, суперкрутое. Сзади я нашла другие книги автора, и, блин, вот с удовольствием, с большим удовольствием еще бы что-то почитала. В общем, друзья, это история про девочку Влада, которая находит своих друзей и отправляется с ними в какое-то невероятное приключение. И, не знаю, советую вам, если вы не знаете, что почитать, фэнтези-сказка-жанр 12+, вот, 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 злайте чуди-белоглазые, обязательно берите, читайте и наслаждайтесь. Я не заметила, как прошли эти страницы, потому что здесь всего лишь 126 страниц, и это было так быстро, это было так увлекательно, что я начала читать, и такая, ох, уже все закончилось. В общем, было, ну, грустно то, что конец, и как-то так, поэтому я в моменте даже ничего не снимала, не могла оторваться от этого, зато сейчас вам рассказала, как мне понравилось. В общем, ребятушки, конечно же, все ссылочки я оставляю, на автора оставляю ссылочку, и нашла самую актуальную цену для этой книжечки, тоже оставляю в описании, поэтому перебегайте, перебегайте туда вниз куда-нибудь, и такайте по ссылочкам, переходите, ознакомливайтесь, приобретайте и читайте, вот, поэтому идеальная вещь для любителей сказок, 12+, ну, извините, пожалуйста, мне уже давно не 12+, но я все равно прочитала и насладилась этим, ну, вот, прям, правда, я отдохнула на этих 24 часах чтения, я прям очень хорошо отдохнула. Ну, и, ребята, мы с вами продолжаем, у нас осталось 11 часов и последняя книга, последняя, смотри, ой, все попадало, смотрите, что у меня здесь, это же Пой от Габриэль Коста, ребятушки, она такая толстенькая, я уже очень боюсь, что я не успею, но я попробую это сделать, ну, я надеюсь, все-таки 11 часов, это много, это сегодня целый день я буду читать, чуть-чуть начала читать, и это у нас, не знаю, можно ли назвать это мюзикл-роман, как-то так, по-моему, говорили, потому что, значит, у одного главного героя есть особенность, но давайте я, я чуть-чуть, я чуть-чуть прочитала, прям капельку, буквально там несколько страниц, и давайте я вам уже начну рассказывать, хотя бы, когда прочитаю 100 страниц, чтобы я понимала, что же там происходит, там же много всяких певцов, много групп музыкальных, и Габриэль Коста сам это выдумал, понимаете, ну, насколько должно вот вообще в голове, что творится у человека, чтобы он смог это все выдумать, я не понимаю, и это гениально, правда, гениально, ну, потому что я уже посмотрела, что, значит, у меня есть, а, вот же, сзади, сзади есть биография певцов, биография певцов, понимаете? Вы это понимаете? В общем, ребята, я побежала читать, увидимся с вами на сотой странице, я вам расскажу завязочку про героев, и будем читать с вами дальше. В общем, вынуждена прерывать немного свои 24 часа чтения, и еду на мероприятие к Ольге Кале. Ну, как Даша без кофе, взяла себе еще какую-то вкусняшку очень классную, поэтому сейчас быстренько едем до метро, и там быстренько садимся читать бой от Габриэля Коста. Ну, что, ребятушки, пока что я иду с мероприятием, расскажу вам немного, потому что на часах у меня 11.30, почти 12 часов, и я уже могу вам рассказать про главных героев книги. Главного героя зовут Том Фрай, и он необычный, необычный подросток, в принципе, необычный человек, громко. У него есть такой дар, он свои мысли излагает в песне, ну, то есть, чтобы что-то сказать, он поет. Вот это да, ого! Когда он был маленький, его мама повела его к доктору, и они все его исследовали, обследовали и так далее, пытались понять, что происходит, почему он поет, а не говорит. И доктор ему говорит, что ваш сын ничем не болен, он просто уникальный. Вот, это мне очень понравилось, на самом деле. У него есть два друга, тоже они такие все необычные, и я, кстати, вам про друзей расскажу чуть попозже, когда у меня будет рядом книга, потому что у меня там заметки, но друзья у него реально абсолютно необычные, и мне пока что очень нравится про это читать. Ну что, ребятушки, у нас вечер, и я дома, и начала я вам рассказывать, пока что шла с мероприятия про друзей Тома, и оборвалась, потому что было неудобно. А вот сейчас я готова вам рассказать про них, они мне очень нравятся, и один из них больше всех, больше всех, даже больше, чем главный герой, сейчас расскажу почему. У нас есть Джек, и Джек это чисто я, он всегда ест, он реально любит поесть. Вот, при этом он спортивный, спортивного телосложения, он совсем не хлюпик и не толстяк, потому что он занимается спортом, то есть он такой крепкий, но всегда ест, вот реально. Я многие моменты выделяю стикерами там, где он говорит, что, типа, если мы сейчас куда-то не пойдём, я тебя съем, туда-сюда, я вот иногда себя вижу в нём. Дальше. У нас есть Ричард, и он очень любит книги, он очень любит читать, и из-за этого он часто выражается как средневековый какой-то персонаж из каких-то историй, вот. Он такой неординарный, он реально вот просто, понимаете, очень люблю людей, которые, ну, не такие, как все, и он это просто реально какой-то, ну, блин, чего таить? Они втроём все безумно уникальны. Просто Ричард мне нравится больше всего, я не знаю, я от него прям кайфую. Он наряжается иногда в костюмы, не знаю, 70-х, кого-то из книг и так далее, и я прям кайфую. Он реально на всю голову безбашенный и крутой. Пожалуйста, дорогой мой Габриэль Коста, можно мне книгу отдельную про Ричарда? Я вот серьёзно, я очень прошу, потому что, не знаю, персонаж очень крутой, очень-очень-очень крутой персонаж сам по себе. Я остановилась на том, когда я вам рассказывала про Тома, что в детстве ему сказали, точнее его маме сказали, что он уникальный, он не больной, он уникальный, вот. И Том часто ему удобнее разъясняться, это понятно, это естественно. Он пишет на дощечке, на которой можно стереть, на планшете на таком, и, то есть, какие-то быстрые ответы. Но, чтобы вслух выразить свои мысли, он поёт. Из песен, которые придумал сам автор, таких песен нет, понимаете, их нет. И автор это придумал сам, и я просто восхищаюсь реально гениальностью Габриэля, потому что, ну как, вот я просто не понимаю, как у человека это всё сидит в голове, как он это придумывает. Придумывай серьёзно, вот реально, ребята, вам стоит прочитать эту книгу, чтобы понять то, о чём я говорю. У человека безграничная фантазия, это абсолютнейший талант, и я вам серьёзно говорю, ну типа, это правда. Вот я сейчас никак, ни в коем разе не лукавлю, ничего, но чтобы придумать и чтобы написать вот эту книгу, я не знаю, откуда можно было это всё взять, и, ну, в общем, я говорю, это очень талантливо. Вот, продолжаю вам рассказывать, что же у нас там по сюжету такое. Мы сначала ознакомимся с главным героем, узнаём про эту троицу подробности, и прям глубоко погружаемся такую в американскую старшую школу. Я это обожаю, ребята, потому что вы не поверите, но я впала в детство, в одиннадцатом классе я смотрела Ривердейл, я обожала этот сериал, и сейчас я включаю себе его на фон, и я такая, боже мой, где мой одиннадцатый класс? И там как раз-таки американская старшая школа. И все эти сериалы «Баловое воспитание», все их я люблю, потому что там есть описание школы. Вот, я это прям просто тащусь с этого, и здесь, конечно же, в этой книге это тоже есть. Вот, не обходится без таких задир и учеников, которые пытаются как-то к троице, не знаю, приставать, потому что они такие, как все, конечно же, их нужно как-то задеть. Вот, но так как они не хлюпики совершенно, они такие нормальные парни, они дают сдачи, вот. Вот, и здесь, конечно, это описывается, я не знаю, это просто, это моя любовь, а эти персонажи, это что-то вот уникальное, и я не знаю, у меня больше нет синонимов, они у меня просто закончились. В общем, есть там Аллан, который постоянно пристает к ним, вот. Вот, и однажды мама Тома говорит, может быть, у него какие-то проблемы, или может быть, он хочет с вами дружить, поэтому он к вам пристает, вот. Кстати, очень хорошая мысль. И однажды появляется в школе новый ученик, его зовут Дилан Мун, и, ребята, он сразу показался каким-то не таким, но я могу ошибаться. Тому он очень понравился, он, в принципе, всем нравится, потому что он такой, тоже у него будущее будет связано с музыкой, он так хочет, и он такой очень общительный, всегда всем нравится. И тут однажды Аллан, который постоянно задирал Тома и его друзей, говорит такой, пойдем поговорим, пойдем. Он такой, Том, зачем это надо? Он говорит, я не буду тебя не бить, ничего, я хочу с тобой поговорить. И знаете, что он ему сказал? Что ему кажется, что Дилан не тот, кем он себя выдает. У меня точно такое же ощущение. Почему-то он мне не нравится. Я могу ошибиться, и по итогу он окажется реально хорошим пацаном, другом и так далее. Но пока что он мне не вселяет доверия, прям вообще никакого. Сейчас герои, и упраздниваясь в боулинг день рождения Тома, там Ричард, Джек и Дилан. И интересно будет, что у них там, как развивается. И вообще, в принципе, кажется, книга раскрывает много всяких таких потаенных уголков наших душ. Потому что у Ричарда, например, он хочет заниматься одним, а родители ему навязывают совершенно другое, и он с этим борется. Вот. А с чем борется Джек, я пока что не знаю. О том нам всем... И так понятно, с чем он борется. Хотя, возможно, это и не борьба. Но он необычный. И хотя, да, у него есть страх. Он боится, что вот сейчас он уедет учиться в другой университет. Здесь у него есть друзья, которые его прекрасно понимают. Но что ему делать в других местах? На работе, в университете или еще где-то? Он же уникальный. Ну, то есть ему сложно разъяснить... Не может говорить просто так, только песнями или писать на планшете. То есть это очень сложно для социума, да? И он этого тоже очень боится. И, конечно же, что-то там происходит у его мамы. Какая-то болезнь. Еще и с этим справляться нужно. Конечно же, он переживает. Вот. Но пока что мы не знаем, что это за болезнь. И справится ли она с этим. Какие еще демоны таятся у друзей. Дальше я буду все читать. И, конечно же, поделюсь с вами финальными впечатлениями. И очень интересно будет посмотреть, как развивается судьба наших героев. Потому что буквально за 150 страниц я в них просто, конечно, спрескалась без ума. Особенно в Ричарда. Извините, но Ричард мой герой. Серьезно говорю. Я пошла читать дальше. И уже даже не слежу за временем. Потому что вот как закончу эту книгу, так и закончится 24 часа чтения. Честно говоря, ребята, не знаю, сколько сейчас времени. Очень сильно хочется спать. Вот. Я пытаюсь говорить громко, чтобы никого не разбудить. Я дочитала эту прекрасную книгу. И хочу сразу предупредить, что дочитывала я в электронной версии. И мне нужно проставить остальные. Вот. Видите? Это я еще читала со светом. Сколько у меня много стикеров. И мне нужно все остальное потом, когда у меня будет время, проставить. Потому что я там же в электронной версии все выделяю. И просто записываю свои мысли в заметки. Вот. И надо будет это все потом проставить. Потому что я могла выделять цитаты, какие-то интересные моменты для себя. А их было очень много. На каждой странице раза по три. Вот. И хочу сразу предупредить, что вероятнее всего эта книга войдет в топ-года. Потому что она... Ну вот знаете, у меня случаются такие открытия авторов. Как, например, ну вот такие яркие события, как Лекс Краучерс с ее репутацией. Как Кэрлин Таро О'Нилс и ее дочери мертвой империи. Вторая жена Ксюша Левина с ее академией весны. И многие-многие другие авторы. Не хочу никого обижать. Потому что... Просто вот привожу пример. Это вот когда я говорю, что эта книга топ-года и топ-всего. Поль определенно точно войдет в этот топ. Потому что эта история, она взяла меня и растоптала. На двухсотой странице кто понял, тот понял. Я просто ревела, как бешеная. Потому что вот как бы синяки на глазах, в глазах везде. Когда книга составляет тебя прочувствовать те или иные эмоции. И побуждает тебя к каким-то мыслям, к чему-то такому... Каким-то рассуждением. Я считаю, что это очень хорошая книга. И давайте я попытаюсь рассказать вам чуть-чуть с того момента, как мы с вами прервались, до тех событий, которые могут что-то проспойлерить. Совсем чуть-чуть. Я, конечно же, как обычно, все записываю. У меня просто, посмотрите, это все расписано до того момента, когда я не начала читать с электронки. Мне просто даже места уже не хватало. Джек. Помните, я вам сказала, что... Ну, мало что есть про Джека пока что у меня. И вот у каждого из трех друзей, которые нам описываются в самом начале, есть какая-то проблема. И очень интересно наблюдать за тем, как они ее переживают, как они ее решают. Но в той же степени больно. Вот серьезно. Вот просто больно это переживать вместе с ними. И прям, ну, серьезно. Это очень переживательная история. Такая, ну, для меня. Вот чисто мое мнение. Джек очень любит космос. Он очень любит планеты и все, вот, что с этим связано. Обстановка дома. И даже как-то вот... Я не знаю, работает ли у него мама где-то, но практически у него нет семьи. И когда я читала про то, как он хочет есть, всегда ощущение... Ну, теперь я понимаю, что просто у него нет денег даже на еду. Иногда такое случается. И поэтому часто он просто... Ну, мне кажется, вот это чисто вот мои размышления. Мне так кажется, что иногда он просто много ест, потому что в другие моменты он не может этого сделать. Короче, это тоже, ну, не знаю. В общем, Габрилий Коста сделал каждого такого... Вот каждого персонажа, за которого ты переживаешь, с которым ты проживаешь все вот то, что там есть. Короче, я не знаю. У меня уже началось вот это вот отхождение в сторону. И нам, конечно же, постепенно начинает водиться история мамы Тома. И тоже все со стеклом. Тоже все со стеклом. Спасибо большое автору за это. И чем ближе к середине, тем больше стекла. В общем, эта книга меня просто реально выводит на эмоции. И это, наоборот, плюс. Я просто даже не знаю, говорит ли вам историю мамы Тома. Но, наверное, я не буду, потому что... Потому что я боюсь, что... Вот хочу, чтобы вам было интереснее читать про это. А это будет, правда, очень, очень так затягивающе. Вот. Поэтому вы сами почитайте, сами узнаете. Но знайте, что будет непросто. Вот. Потому что... Потому что вот... Как-то она... Она хотела обходить спойлеры. Она хотела не спойлерить своим подписчикам. Кстати, простите, что я сижу в пижаме. Ну, просто уже ночь глубокая. Я вам говорила про Дилана. И, знаете, так же без спойлеров. Я ничего сейчас про него не буду говорить. Просто он мне не понравился как персонаж, как человек. Я просто... Его... Он мне не нравится. Вот не нравится. Вот я люблю Ричарда. Ричард вот просто огонь. Обожаю Ричарда. В общем, дорогие друзья, я обошла все спойлеры. Вот. Потому что чем дальше читаешь, тем, понятное дело, сюжет закручивается, как-то заворачивается. И уже не могу с такими подробностями вам рассказывать. Особенно про концовку, про Сталин Героев, что там и как. Но знаете, что эта история меня покорила реально вот просто в самое сердце. Не кривя душой, ничем вообще. Я вам говорю честно. И еще эта книга точно про странности в каждом из нас. Они есть у нас, у каждого. И это делает нас уникальными, друзья. Эта история, конечно же, про такую крепкую, глубокую дружбу и, конечно же, любовь. К своим родителям, к своим близким. В общем, это прям вообще самое сердечко. Много боли на страницах, которые может отзываться в наших с вами сердцах. Короче, серьезно. Я вот еще никогда не выписывала прям реальные такие большие цитаты, которые рождались в моей голове. Вот на задней странице я все это выписала. И вот как-то обещаю вам. Еще что мне понравилось, что автор смешивает такие сложные, серьезные темы и в то же время добавляет юмор на страницах про эту троицу. Поэтому текст ложится очень легко и он воспринимается, ну даже вот с такими темами, он воспринимается легко. Вот. Блин, ну у меня больше нет семианимов, реально. Это все закончилось ночью. В общем, что я хочу сказать. Автор вывернул мою душу наизнанку вообще, вообще. И хочется обсуждать эту книгу со всеми. И, собственно, если вы уже ее читали, давайте обсудим обязательно в комментариях. Вот. Я надеюсь на то, что вы после моего отзыва такого тоже захотите прочитать. И тогда мы с вами ее обсудим. Еще мне очень хочется показать вам эстетику и все на свете. И столько цитат есть у меня теперь по этой истории. Поэтому, ребятушки, давайте пообщаемся насчет Пой Габриэля Коста в комментариях. Оставляю ссылочку, конечно же, с самой горячей ценой в описании под этим роликом. И на канал Габриэля тоже оставляю ссылочку. Ребята, у него всегда очень классно. В телеграм-канале быстрее переходите. И книжечка, книжечка, книжечка. Ребята, кстати, возрастное ограничение, забыла вам рассказать, 16+. Вот. Поэтому подойдет многим. И не надо доставать паспорт в книжном магазине. Хотя иногда и для 16 тоже спрашивают. Короче, ребята, это у меня уже ночной вот такой вот расколбац пошел. Я прочитала 4 классных, незабываемых, по-своему разных и уникальных историй. Вот. Все их вам горячо советую. Для каждой из этой книги найдется свой читатель. Поэтому ссылочки все вы найдете в описании. И этот ролик получился очень таким длинным, долгим и тяжелым. По-настоящему или в первый раз заканчиваю 24 часа чтения, отработав все до конца, до последней минуты. Устав очень сильно. Поэтому надеюсь, что вам будет несложно поставить мне лайк и написать комментарий. Вот. Как вам 24 часа чтения? Понравился ли вам этот ролик? Пишите. И как вам книги? Какую из этих книг вы бы хотели почитать больше всего? В общем, ребятушки, всем хорошего дня, ночи. Я не знаю, когда вы это будете смотреть. Я вас всех очень сильно люблю. Целую, обнимаю. И увидимся с вами совсем скоро. Конечно же, читайте, а не спите. Субтитры сделал DimaTorzok